Вот понять, что за человек мог устроить подобное, сегодня пытаются без преувеличения все. Следователи, психологи, журналисты, да и просто те, кто слушает или читает последние новости из Керчи. Нелюдь! Вот так стрелка характеризовал глава Крыма Сергей Аксёнов. В эфире нашего телеканала он сегодня на постоянной связи с последними данными. И, конечно, эмоции сдерживает с трудом. Предлагаю послушать. Словидных 18 человек, раненых уже 40, на сегодняшний день. Если потенциальный убийца застрелился, покончил с собой, это в случае четвертого курса этого же учебного заведения. Вообще, практически, ну, сумасшедшая, всем связано. То есть, не вообще, пока сказать, если органы работают, все, возможно, убийца обнаружена непосредственно в библиотеке на втором этаже. Но, по данным СМИ, родители Владислава Рослякова в разводе, его мать Галина сегодняшний день провела на работе в онкодиспансере. И, что характерно, оказалось одной из тех, кто искренне помогал раненым в Керченском колледже. Потому как пострадавшие принимали все местные больницы вне зависимости от профиля. Тогда мать стрелка еще не знала, кто именно виновник произошедшего. Рассказали полицейские. Женщину забрали на следственные действия прямо из больницы. Объяснить поведение сына она не может. Был тихим и даже замкнутым, как уже было сказано. Но некоторые подробности биографии подозреваемого все же говорят о многом. Антон Подковенко присмотрелся. Антон, добрый вечер. Приветствую. А окружающие вообще замечали что-нибудь странное? Говорят, на самом деле, разное. Вот буквально только что в сети появились слова одной из соседок семьи Расляковых. И она говорит, что маленьким Владислав убивал кошек и котов. Просто связывал веревками, душил. Другая соседка ничего такого не помнит. Замкнутый, держался особняком. Успеваемость без проблем. Это преподаватели Керченского политехнического колледжа о Владиславе Раслякове. Сейчас у них горло перехватывает от волнения при одном только упоминании об этом студенте. Хорошо учился, тихненький, очень тихненький, но необщительный. Все. Бывшая соседка семьи Расляковых говорит примерно то же самое. Мол, обычный парень не хулиган. Работала. Галя идет. Мама, я на крылечке стою. Ты все равно здесь, я работаю здесь. А Юля, ты. Она мне всегда говорила, что он учится в училище. Она довольна, хорошая. Что случилось? Не понятно. Всегда здорово. Всегда здорово, все мальчики. Его ни разу не забирали в полицию. Он получал стипендию. Просто какой-то образцовый студент. В таких случаях психологи вспоминают поговорку про тихий омут. Шизофрения. То есть очень часто, например, человек с паранойей может быть очень мнительным. Он видит в окружающих врагов, у него появляется внутренний голос, который ему говорит, слушай, вот они хотят твоей смерти, ты должен на опережение, ты должен их первый убить. Причем это бывают приступы. Сейчас он хороший, потом включается его другая личность. И там он может творить уже беспредел. Родители Рослякова в разводе. Влад жил с матерью, санитаркой и онкодиспансера. С бабушкой, дедушкой общался редко. Сам мальчик с мамой где-то снимает квартиру. Я не знаю, где она снимает. Где-то в районе музыкальной школы. Там где-то. 18-летний студент четвертого курса, зачисленный в колледж в 15-м году, Влад интересовался маньяками. Цитируют некоторые СМИ однокурсников. Рослякова, насколько можно верить, неясно. В соцсетях Владислава нет, давно удалился. По некоторым данным, то ли на первом курсе, то ли три года подряд парень носил на поясе или в кармане штык-нож. Прямо на лекции. Ну, говорят, нормальный, спокойный был. Спрашивали, отвечал. Колледж, где учился Росляков, неплохо оснащен технически. И слесарные мастерские, и газосварочная, и библиотека с большим выбором, в том числе справочной литературы. Там, кстати, Владислав и застрелился. Еще есть лабораторная база. Учитывая успеваемость Рослякова, выходит технарем, он был грамотным. Специальность, известно точно, монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Ну, а рецептов, как собрать бомбу, в интернете, увы, десятки. То, что в электрике эта специальность помогает разбираться, это раз. Но если здесь речь идет даже по эксплуатации зданий, профессионально, непрофессионально вообще положили эту бомбу. Ну, по крайней мере, навык и понятие, что такое конструктивная особенность любого здания, я думаю, что у этого человека есть. Скорее всего, может быть, он собрал и сам эту бомбу. Взрывное устройство сработало, я напомню, в столовой, план которой Росляков знал прекрасно. Если вспомнить о второй бомбе, то, очевидно, недюжинная подготовка. Версий может быть много. Если мы отметаем первую, что он адепт какой-то экстремистской организации и там был, скажем так, зазомбирован и так далее. Версия, скажем так, социально-психологическая. Скорее всего, у него не очень сильная воля. Возможно, он подвергался астракизмам и подтруниванию со стороны сокурсников. Может быть, была несчастливая любовь. Накапливаются обиды и появляется желание отомстить. Владислав якобы намекал, что отомстит злым преподавателям. Это пишут в сети со ссылкой на неназванных сокурсников Рослякова. Или вот еще. В классе у него не было друзей. Он был как будто обижен на всех за что-то, но его никто не обижал. Противоречивые, в общем, слухи, как и вся эта история, про тихого парня с ружьем и бомбами, который убил 18 человек. Антон Подколенко о Керченском стрелке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова